друзья здравствуйте начинаем нашу встречу с ответами на ваши вопросы я получил два десятка вопросов буду на них отвечать но первый раздел вопросы на букву а по аудио настроем несколько вопросов но аудионастрой это что такое это разработанный нами инструмент когда нужные вам изменения происходят без усилий с вашей стороны потому что есть два способа загрузить вся новая программа поведения первое это с помощью приема эффективное самопрограммирование когда вы составляете себе нужны позитивные утверждения или нужные программы поведения можно назвать более правильно и потом в режиме активного дыхания глубокого дыхания значит повторяете про себя и они проходят под сознание вы постепенно начинаете вести себя так как записано в этих позитивных утверждениях и другой способ это когда вы когда мы выбираем тему составляем набор позитивных утверждений по теме их начитывает диктор потом специальной программе кодируется и накладывается на звуки природы вы слушаете просто звуки природы птички чирикуют там водичка течет вот и какие-то центры внутри нас внутри наши значит мозга выделяют эти самые команды из этого шума ну как бы лесных резных звуков и загружает у нас длительность значительно выше если чтобы загрузить все новые команду от поведения нужно затратить часов 10 можно 20 часов 20 тоже чересчур вот то для того чтобы с помощью аудионастроев то нужно часов я думаю часов 100 150 200 300 там если полюбить себя хотите там 50 лет я а поедам ели это конечно это требует достаточно большого времени другое дело что это не специально медитации нужно все эти слушать а можно просто заниматься и включить через колонки если вокруг других людей нет на которых это наказывает влияние также и слушаете хоть днем хоть ночью и занимаетесь любыми делами совершенно вот примерно так теперь вопросы приобрела аудионастрой идеализация собственно несовершенство но идеализация это избыточно значимая идея для собственно несовершенство это что я дефектное преувеличение своего несовершенства то есть чувство вины и самоедство недовольство собой просто тем что вы что-то не сделали не сумели и соответственно низкая энергетика поскольку вы все время себя ругаете мы сделали настрою аудионастроев которым мы отменяем эти команды что я что-то что я должна быть во всем совершенной не не имею права на ошибку вот но это настрой стоит сначала там идут 45 примерно фраз прощения себя чтобы убрать из тела остатки ваших переживаний по поводу своего несовершенства то есть убрать из себя остатки чувства вины и самоедство недовольство собой агрессии по отношению к себе вот это и 2 вот от меня я люблю себя и одобряю себя я принимаю себе свои решения позволяю себе делать ошибки и так далее вот но вопрос человек пишет что эффект я бы назвал отрицательным после прослушивания хочется плакать и появилась жалость к себе а не а самооценка а не самооценка без того небольшая стала еще меньше для того чтобы просто выйти из дома приходится себя прямо таки заставлять что я делаю не так почему так происходит ведь знаешь что должно быть наоборот только ну как бы организм человека он очень специфичен и поэтому пока что на вас оказали влияние фразы прощения фразы прощения они все-таки ну как бы сказать почему мы не рекомендуем зависать на прощение долго я заключить там все 40 30 40 часов послуг вы поработали с прощением или там 20 часов и начинаете загружать позитивное утверждение чтобы потому что прощение само по себе это как бы я прошу прощение себя я прошу прощение других это как бы принижение себя что я дефектный и поэтому это вспомогательная процедура которая убирает следы эмоциональные искать переживания из прошлого из вашего тела чистит но в целом если слишком долго работать с прощением то тогда возникают всякие процессы от подобные тому что описал ольга возможно ольга чувствительная у нее уже вот первые часы прослушивания первый эффект получился за счет фраз прощения авторы фразы от меня я люблю себя я уважаю себя я забудьте себя они пока не оказали свое влияние они и для нее не очень ну как бы привычные они новые и за несколько часов они не сумели оказать свое влияние чтобы я сказал что чтобы произвести произошли изменения в оценке себя например нужно часов паспорте говорится в инструкции 40 часов на 40 часов это для молоденькой девушки там 18-летней которая может немножко хочет что-то откорректировать себе если искать вам там три лет тридцать или сорок то и вы лет двадцать уже поедом себя идите то понятно что за три четыре часа позитивных изменений произойти не может потому что вытеснить предыдущие программы поведения загрузить новые три часа невозможно поэтому спокойно относитесь к этому ольга я бы просто посоветовал еще дополнительно взять настрой на нее люблю себя я одобряю себя и восторгит себя и слушать их по очереди 1 и 2 искать один потом 2 потом потом 1 хотя собственно либо подольше послушайте для собственные совершенства часов 30-40 нужно послушать тогда уже ваши позитивные утверждения из второй части настроя они начнут программировать вас и ваша самооценка изменится на обязательно изменится просто вы слишком быстро захотели эффекта эффект пошел только у техники прощения и поэтому энергетика пропала заставляете себя значит поведите дневник радости скажем или дневник ну да есть такое упражнение значит каждый день нужно записать 10 радости которые вы испытали в течение дня и вот выходите течение дня ищите радости потому что вечером вам их нужно записывать и ваше подсознание будет сосредоточено на поиске оснований для радости поскольку вечером нужно будет записывать и чтобы вместо того чтобы сидели мучились ну что же мне там порадовал чине дня вы должны быть течение дня уже искать то есть радости не обязательно быть большими там премию получила так красивое облако на небе искать сегодня увидела там знакомую встретила там подошла к переперекрестку сказать зеленый открылся искать я спешила и раз и перешла там что-то еще такие микро радости но важно их фиксировать и тогда вы научитесь их видеть окружающий мире и ваш энергетик будет повышаться поэтому вот добавить прослушивание прослушиванию упражнения по 10 радостей каждый день и через некоторое время я думаю что все будет замечательно так следующий вопрос добрый день после прослушивания фрагмента аудионастройки прощения отца где настрой прощения отца у меня вдруг начинаю начинает слезы высказали сказки детских обид так далее отец давно умер на мой периодически жесток к нам с мамой и кроме равнодушия к нему я не испытываю других эмоций такой негативный восстановлен выплеск это нормально да это совершенно нормально значит вы просто задавили в себе эту эмоции эмоциональные переживания когда отец проявлял жестокость к вам и к маме вы сделали так что в вашей жизни это не проявляется тем более что номер но теперь когда вы начали прощать отца вы копнули этот блок он всплыл можно представить что каждое переживание пока вы переживаете это она плавает на поверхности вы испытываете потом скажем но человек умер или вы развелись или что-то ушло вы вас пошли новое переживание каждое переживание можно представить виде булыжника это булыжник значит сверху появился но этот затонул потом еще новое переживание это тоже притонул и переживание по поводу отца они где-то внизу оказались у вас а сейчас когда вы начали слушать прощение отца то этот булыжник всплыл вдруг и он перехватил управление вашим телом у вас были слезы это нормально это значит нормально пошла реакция чистка пошла перетерпите это значит слезы высказывание обид это нормально это значит идет хорошая чистка вот работайте до тех пор пока все вот эти переживания не закончится это будет говорить о том что скорее всего вы как следует почистили переживание по отношению к отцам я не знаю я считаю что по отношению к умершим нужно быть внутренне благополучным потому что если вот на отца значит ну это индуизм скорее это восточное учение говорят что если ты умер с человеком у тебя какие-то конфликты были неразрешенные то следующей жизни ты опять не встретишься но других телах других позициях но как бы вы опять будете конфликтовать я не знаю работает это не или не работает но на всякий случай ян при стараюсь не иметь конфликтов ни с кем из людей ушедших из жизни и живущих с кем постараюсь чистится тем более что есть такая техника которая позволяет все это убирать поэтому рекомендую проработать как следует если все переживания ушли то еще настрой послушайте часок чтобы почистить все окончательно и скажем не было столкновений следующих реинкарнациях если они существуют конечно я не могу это утверждать но думаю что это есть можно ли считать настрой давай лень и прощение страхов тем же что эффективное прощение себя если моя проблема есть лень и страхи то них также как эффективное прощение мы прощаем себя я думаю что нет разное потому что долой лень это какой-то один аспект прощение себя идет прощение страхов другой аспект прощение себя это прощение себя это прощение себя в целом за все свои переживания поэтому когда вы будете использовать только фразы прощение из долой линии про из прощение страхов то вы часть недовольства собой уберете негативное переживание честь не уберете поэтому все-таки каждое дело нужно делать основательно они про просто пользоваться вот я что-то делаю и заодно сказать у меня получится и это не получится скорее всего полноценно поэтому эффективное прощение себя рекомендую поработать с ним отдельно и тогда все у вас будет замечательно так ну еще один вопрос по настрою несколько лет слушаю вашего династроя но ни разу не было сопротивления сейчас слушаю долгожданный настрой убираем идеализацию несовершенства и в первые дни меня раздражали звуки грозы хотя грозы в особо не боюсь снаружи там у нас дождик и течет забывала включать настрой и мне пришлось контролировать этот процесс радовалась окончать окончании трансляции слушаю три недели часто к чувству себя вполне комфортно можете это означать точное попадание установка аудионастроемые негативные убеждения или есть другие причины татьяна я думаю что действительно что программы этого настроя оказались очень адекватной для вас и поэтому вас понизилась энергетика и вы начали бояться грозы потому что с сильной энергетикой уверен и себе он как бы разуслышно не воспринимает ее как опасность он чувствует что я защищен а человек с пониженной энергетикой он всего боится и гроза является искать для него опасностью вот значит что фразы настроя зацепили какой-то блок у вас и когда блок этот начал расчленяться исчезать рептилий мог рептилий мог стал его убирать потому что вы убрали от себя желание быть совершенной во всем стали убирать то тогда энергетика вас понизилась вы стали более чувствительные сопротивление пошел когда забирая забывайте включить настроить наше внутреннее сопротивление блок с оказывается противление у нас отвлекает это стандартно когда вы начинаете какие-то изменения себя то начинаются вы хотите что-то поделать собой в этот момент живот значит говорит туалет пошли искать по большому по большому по маленькому нужно позвонить срочно кому-то нужно поесть срочно нужно срочно там посмотреть какую-то информацию начинает всячески вас отвлекать от того чтобы вы занялись изменениями это стандартная процедура торможение ваших внутренних изменений вот она имеет место и к этому нужно носиться спокойно его львым усилием это все преодолевать то есть у вас все нормально аудионастрой для вас оказывает нужное вам воздействие так идем дальше так вопрос по методике начала дышать подгружая позитивные утверждения направленные наполнение жизни радостью его предложенные пулу я успешно творю свое радостное будущее наслаждая жизнь здесь сейчас процесс дыхания сплыли другие фразы отныне я каждое утро просыпаюсь и только позитивного радость настроений во мне с каждым днем все больше проявляется радость и удовольствие от жизни я настраиваю себя только на позитивные приятные мысли ищу и нахожу радость во всем что меня окружает вопрос эффективно ли пришедшие во время дыхания позитивные утверждения поняла что они должны соответствовать пунктом 13 пунктам требования спасибо ольга ольга значит и вам пришло на помощь ваше подсознание мы собственно рекомендуем когда вы дышите и повторяете фразы пустим тужей можно себя спрашивать но нет вниз не самого начала когда у вас там боли там какие-то плач и она стона выкручивает руки-ноги это пусть и будете отвлекаться а чуть попозже часа через три-четыре дыхание когда тело уже перестанет выдавать свои болезненные реакции то тогда можно спрашивать самого себя прямо во время дыхания прямо во время повторения фраз себя спрашивать все ли я правильно написала можно ли добавить какие-то фразы нужно ли отрикает редактировать какие-то фразы и вам могут приходить вот пример такие ответы вы их записываете ну для этого хорошо иметь под рукой листок бумажки и ручку и бумажки тут же записываете нужно пытаться их запомнить они за забудут цвет как сновидение вы пока смотрите сон вы все значит четко помните я как утро запомню утром ничего не вспоминаете команду даете себе как бы вот это все заботится многократно проверено нужно записать обязательно отвлечься от повторений фраз дыши дыхание не прекращать а просто записать фразы потом внести их перечень фраз которыми вы работаете поэтому фразу вас хорошие ваше подсознание вам помогает она довольна что вы начали свои изменения изменения по повышению своей самооценки и отношение к жизни она вам подсказывает какие фразы нужно еще использовать просто используйте это будет хороший результат и всем рекомендую использовать такую технику ну далеко не у всех подсознание отвечает но некоторых людей она отвечает и подсказывает вот примерно так как у ольги идем дальше так давно живу с пьющим ужин сейчас мы оба на пенсии я надеюсь что без прежних дружков не будет пить но он все равно находит с кем раньше когда работал кодировался сейчас отказывается после работы над собой моя самооценка поднялась мне уже не хочется терпеть ее пьянки но пока но пока мне бы не хотелось с ним разводиться я хотела бы уменьшить свою страсть и внутри меня выйти из борьбы хочется если я себе установку загружая отныне я осознанно выбираю продолжать жить с мужем ввести с ним совместное хозяйство игнорируйте и пьянки правильно делаю развернута форму прощения него и все вроде хорошо не переживая пока он трезвый но как только выпьет внутри меня буря сразу хочется развестись смотрите что значит вот внутри у меня буря сразу хочется значит внутри сидит огромный эмоциональный блок накопленный за годы предыдущей борьбы с мужем потому что у вас воображение что муж не должен выпивать может быть и пьет потому что у вас борьба и вы с ним боретесь и значит возможно собственно вы там она в семье претендуете на доминирование вот а он сам при претендует но когда вы с ним начали бодаться то выяснилось что у вас член больше искать вы загнали его куда-то и он запил это частая история почему мужчины пьют потому что жена побеждает в семейных отношениях и ломает его желание значит быть главой умная жена она управляет семьей но она управляет не как доминант как шея она года до дорогой да да и все делает по-своему вот либо подбрасывать нужные идеи мужа обычная жена она напрямую сказать выясняет отношения с мужем и задавливает его спивается начинает пить может быть и от другого но достаточно часто пьют мужчины потому что в семье а победила жена и нет он не у нее не рисовалась его мужское начало вот буря внутри вас это говорит то что у вас нет огромный эмоциональный блок и ваша работа с рфп пока не дала никакой результат но кстати вот ситуация когда вы живете с человеком и он все время провоцирует наши переживания она довольно сильно уменьшает эффективность работать с прощением потому что вы вроде бы почистились ваш блок уменьшился а он пришел пьяный и вы опять бросились с ним бороться почему бросились с ним бороться потому что у вас есть идеализация идеализация что муж не должен мужчина не должен пить вот у вас есть такая картинка мира я не знаю из кого откуда вы взяли но это называется идеализация собственно порождает любое переживание рождается при нарушении идеализации сверх важные идеи позитивные идеи мой муж не должен пить возможно вас папа не пил значит ну или искать мама с ними боролась возможно еще каким-то причинам причины откуда берутся у людей сверх важное ожидание сложно выяснить часто поэтому вот работа с рфп она не даст эффекта пока вы не уберете у себя это самое ожидание что муж мой муж мой муж должен быть вечно трезвым а муж может резать только потому что вы доминируете в семье вы должны это не обращали внимание что считает и нормально он же пьет ночь я буду всем управлять ну вот замкнутый круг значит вы сказали отныне осознанно выбирая продать жизнь с мужем это не позитивное утверждение вы 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 уже выбрали это на уровне разума то есть это мы выбираем из вашей формулы пастью тоже не вести с ним совместное хозяйство это тоже не нужно позитивное утверждение вы так видеть совместное хозяйство ждете в одной квартире куда он дерется игнорировать ее пьянки вот собственно вы хотите научиться игнорировать ее пьянки но игнорировать его пьянки слова игнорировать она очень непонятно что означает то есть пусть утверждение должно быть составлен так чтобы совершенно понятно а здесь как бы смысл такой я не обращаю внимание на его пьянки ну пьянки есть вы будете отслеживать и потом пытаться себя заставлять силой но поскольку вас большой блок то это сложно сделать поэтому фраза составлена неправильно позитивное утверждение стали неправильно что вам нужно вам нужно перестать обращать на внимание на поведение вашего мужа так и составлять позитивное утверждение отныне я спокойно и доброжелательно отношусь к любому поведению моего мужа отныне я спокойно и доброжелательно отношусь к любым словам поступком моего мужа отныне я спокойно и доброжелательно и отстраненно отношусь к любым значит ну к любому поведению моего мужа я под ныне позволяю моему же вся как он хочет она не позволяю мужа говорите делать сказать и жить своей жизнью и не позволяем у мужа значит развлекаться так как ему нравится можно что он не развлекается он борется с вами вы просто об этом не догадываетесь будет за независимость свою самостоятельность вот поэтому слово развлекаться неподходящие ты не позволяю моему жить так как ему хочется ну и впредь я живу своей жизнью спокойно и отстраненный реагирую на любые слова поступки моего мужа исключение муж конечно пьяный там совсем пьяный и лежит поперек квартиры еще не дай бог он там нагадил как-то конечно это трудно игнорировать вот и спокойно относиться потому что запах картинка не презентабельно пройти невозможно тут по неволе провоцирует на борьбу а если муж спокойно выпивает тому что я знаю ситуации у нас были женщины которые нам уж там литр пива выпивал чем такое такое 90 килограмм весе вот она ему там устроила жизнь небо в алмазах мой муж пьяница мой муж запойный он пришел сюда мужчина 35-40 лет сказать и бутылки пива выпил ему ему они в одном глазу а жена бесится потому что у неё папа пила она боится что у меня муж будет пьяный на вот свой свой проект страхов борьбы с папой перенесла на мужа вот это нужно сказать позволить его мужа сужить своей жизни у нас были случаи когда не нужно считать что это будет у вас обязательно что женщина на тренинге говорит я начала читать форму прощения на мужа позволяла перестала обращать внимание на его состояние и он значит перестал выпивать один день что пришел трезвый с работы другой день пришел трезвый третий ягод ты чего не пьешь там года что ты меня заставляешь не пиво не хочу пить и то есть жена вышла из борьбы и муж тоже значит сняла осуждение с мужем уж перестал выпивать потому что боролся только за свое право жить так как он хочет поэтому позитивно рождение я вам сказал какие нужны вот но нужно убрать идеализацию нужно убрать но собственно такие позитивно же нет они отменяют ваше желание чтобы муж у вас всегда был трезвый вот не позову позволяй когда вы позволяете своему же быть каким угодно то тогда рептилий мозг перестанет возбуждать вас на борьбу с мужем и тогда очистка эмоционального блока пойдет значительно легче а может быть и рептилий мозг уберет сам этот блок и вы будете просто жить как два независимых человека просто один из них всегда трезвый не умеет радоваться жизни не знает как это делать а другой искать радуется жизни в ее значит разных жидкостных вот у меня подруга сильно пьет ну что у меня тоже есть знакомый мужчина который виде мою борьбу с моей женой первой искать вас там выясняли кто доме хозяин 20 лет вот он долго не женился а потом выброс и девушку из такой семьи за сожалению нужно правильно жениться на теща но он это и не знал тогда еще женился на девушке молодая скромная с маленькой зарплаты школьного образования без высшего и так далее ну думаю что вот будет нормально спокойно жена не будет беситься не будет там пытаться строить мужа вот но то что осуждаю что притягиваешь он не обратил внимание на их семью в их семье значит его теща она загнала под плинтус своего мужа муж был с конца пьяный вот а девушка то модель поведения значит свою мама считала себя и когда она немножко окрепла там года два-три прожила она начала пытаться повторять модель семьи своей мамы то есть она пыталась выстраивать моего знакомого он самостоятельно мужчина сказать вполне такой рациональный искать сильные внутренние и все ее попытки обломались значит выстроить модель так что муж женатской доминирует а может нам под каблукование вот так она стала выпивать но вот стала выпивать то есть работает и каждый не стал приходить под датой и ему пришлось вообще развести с ней сказать еще раз будешь поддатая сказать ты вообще здесь не живешь он выписываю из своей квартиры значит она прописалась к маме развелся выписывалась квартиры но оставил бы поскольку кончик мягкий осталось поскольку дочка есть совместная вот она поддает при при случае женщина пить может то то же самое причине что они не по ним не реализовалась ее модель жизни и она не хочет видеть это же обычно мужчины пьют по этой причине возможно что женщина значит надеюсь рекомендации значит пофигистского отношения к мужем не только с помощью прощения но и с помощью загрузки себя программ поведения том что отныне я спокойно и желательно реагирую на любое поведение моего мужа отныне я спокойно и желательно принимая любое моё поведение на мужа отныне я позволяю моему же жить той жизнью которая ему нравится вот будет выпить после этого не будет пить вас это не волнует как бы это сторонний человек просто живете в одной одной же площади но эмоционально не реагируете примерно так попробуйте вот пожить такой жизни так вот интересный вопрос пишет мужчина мужчина пишет благодарю вас за книги аудио настрой за работу работы которые вы делаете лично для меня большая ценность польза я уже много чего смог проработать чувствую существенные изменения стал вести дни к самоблюдению понял что у меня есть реализация своих способностей и гордыня но как бы для цель способности это когда я считаю что и неимоверно крут и реальная неимоверно крут но на самом нету я не терплю советов не терплю рекомендации терпитом отказов не терплю чего-то потому что я много чего сказать знаю умею и я круче окружающих то есть типично мужская идеализация она вызывает обычно осуждение руководителя которые занимают не свое место и борьбу с ним и в итоге человек вылетает с работы потому что котель видишь осуждение стороны сотрудника он по возможности пытается избавиться а гордыня это чувство превосходства по отношению к людям вообще ко всем то есть гордыня может не иметь вот идеализация способности она может перерасти в гордыне not звезды наши некоторые остаются людьми а некоторые там какие-нибудь эстрадные некоторые начинают презирать людей но когда видит перед собой тут толпу объясняющиеся на стадионах тысячи людей и возникает ощущение что это какое-то чему а я вот некая суперзвезда и это переносится на повседневную жизнь то есть человек начинает просто считать что я исключительная все остальные чему вокруг люди с кровью дворянской у них тоже вот я сталкивался с людьми с потомками те которые вычислить свои корни и говорит что я то дворе минут у них такое может работать хоть дворником но у него такое чувство превосходства по отношению к людям презрение к людям это две разные способности реализации способности а гордыня это привлечение своих способностей в разное время приходила к этому но не придавал особого значения а сейчас благодаря дневнику понял что это сильно тормозит меня в первую очередь материальном плане особо хорошо это понял когда столкнулся с тем что не могу начать звонить холодные звонки потому что когда мне отказывают у меня это вызывает недоумение злость почему мне такому крутом продавца отказывает не сильно злит человек работает в продажах ему нужно делать холодные звонки но у него сильный протест идет в основном люди боятся звонить потому что испытывать страх что их пошлют а подальше с их звонками а у него значит у него агрессия идет сказать что меня могут послать скате я не хочу этого поэтому я не хочу звонить я могу оказаться несовершенными могу оказаться я звоню я сказать уверен что я все все достигну не получается поэтому лучше бы не буду звонить отказ звонков таким путем значит это один из моментов анализируя которая понял что у меня ограничены эти две идеализации до могут даже привести к уходу от работы кому что вылетает с работ человека мне действительно есть достижение мне достаточно много в разное время по разным поводам говорили что я не такой как все и там подобные слова но программирование возможно гордыня возникла оттуда но хоть и отбрыкивался подобных заявлений так иначе сыграла свою роль формирование моих идеализации также есть моменты из детства когда я сам себе это доказывал чтобы компенсировать вечную критику отца при этом скрытой гордыни которые не показываю никому живет внутри меня осуждая пренебрегая высоковерно думу и так далее вопрос следующий меня никак не могу понять как состоять аффирмации чтобы работать с этим идеализации с прощением чтобы снять него ценный блок все понятно просто идем по формуле но когда дело доходит для того чтобы должно быть впереди я попадаю в тупик например я не буду писать впредь я такой же как все или впредь я чувствую что окружающие такие же как я или я не уши остальных не буду жили не такие я же реально круче их мы понимаем такие внушения наоборот убьют мою самооценку которые так не не на высшем уровне к тому же такие формулировки не соответствуют правилам составления подтверждения которых вы пишете туда поиска в интернете это вообще они с другой степи на этот вопрос насчет например нет придет совершенства вообще ни о чем это не про меня да может и так мы с моим перфекционизм такая аффирмация заведет меня еще больше дебри если бы у вас были аудио настроили книги на этот счет то я не задавал такой вопрос ничего на эту тему не нашел коротко резюмирую вопрос какие аффирмации лучше используют при идеализации своих способностей для исключительности гордыни смотрите у меня есть сайт свяжу там есть раздел 13 работа с идеализацией если вы зайдете на этот сайт и начнете работать и зайдите в зону 3 то зоне 3 есть архив позитивных утверждений для каждой стилизации то есть для каждой реализации написано некоторое количество позитивных утверждений но ты сейчас я приведу пример скажем для цель способность есть негативное убеждение тут же к нему позитивно при негативное убеждение кто-то такой чтобы учить меня сам тебя научу всему чему-то хочешь позитивное утверждение впредь я позволяю людям проявлять свои лучшие душевные качества оказывая мне помощь то есть он не учит меня и принижает на этим сам он оказывает мне помощь и я позволяю ему отправить его нелепую помощь и не нужны мне помощь я значит я позволю людям проявляется и лучшие душевные качества то есть ничего плохого там нет никто не лучше меня не сделает это отныне я уверен что меня окружает талантливые коллеги способны к большим делам все не осуждаю их я просто допускаю что они могут быть талантливы в чем-то другом сказать и каком-то деле которым я считаю спешить я себя профессионал они могут быть немножко проигрывать не зато есть другие сферы жизни которых они меня обыгрывают то есть я не умею но мужчина там знакомиться и а значит добиваться интима от быстро быстро большинства женщин устачья проблема есть с этим других сказать это легко и свободно получается там кто-то хорошо сказать анекдоты кто-то хорошо одевается кто-то хорошо готовит это еще что делает то есть каждый человек он по своего рода звезда просто он звездит не в той сфере в которой вы и то что он его звездность не проявляется вашей работе это не основание смотреть на нее сверху потому что работа не вся жизнь и жизнь она разнообразна и ты просто не знаешь что не обращаю внимание ты смотри смотря свои позиции что я хороший продавец я там хорошо делаю продажи то я смотрю на всех презрительно ну ну да я восемь часов сижу хорошо продаю но остальное время остальные начата 16 часов я проигрываю окружающим потому что то лучше меня одевается кто-то лучше меня развлекается кто-то лучше меня готовит это лучше меня что-то еще делает а я все это не умею делать но почему ты из-за того что ты на 8 часовской там умеешь нехорошо продавать на счет и решу что ты суперзвезда и ты круче всех значит поэтому пусть и натверждение которое вам нужно использовать для себя они близки вот тому что вы сказали что это недопустимо что прийти такой же как все и не такой же как все это принижение себя то есть вот вы вы звезда продажах например а люди хуже вас продают но другой звезда приготовление пищи другой звезда в чем купить дешево и хорошо 3 звезда в соблазнении девушек все 5 звезда там еще в чем-то то есть получается что все люди звезды но вы выпить или только то что вот я умею продавать все остальном я не звезда и для того чтобы вот снять свое вот эти амбиции можно не притоптать себя сказать среди всех когда прийти такой же аксе а приподнять других людей искать вокруг себя просто сказать что допустим утверждение звучит так примерно все люди звезды и я одна из них просто они звезды в других сферах жизни это что я звезда в продажах не имеет основание не является основанием то чтобы смотреть на них насчет с высока потому что они могут смотреть на меня с высока по по разным другим позициях все люди звезды я одна из них они такие же как я нет неправильно они не такие же как ты они искать исключительные они уникальные просто в других сферах жизни то есть и там я с восторгом еще и нахожу звездность в окружающих меня люди я с восторгом или я легко и спокойно нахожу достоинства в окружающих людей значит позволяющий мне хорошо относиться к ним например вот пример такие пусть и утверждение в общем рекомендую зайти на сайт свяжу еще есть такой прием об смесь свои переживания вот это еще не превосходство над окружающими она значит можно убрать его если как-то цинично посмеять себя своего тот сама еще не превосходство есть такой я клоун цирки жизни мы живем в цирке жизни и каждый нас клоун каждый играет свою роль и вот какую роль я играю все придумать название этой роли такое циничное и смешное то возможно что ваши амбиции сразу понизится вот я знаю есть такой колпак называется для людей силе способности или за гордыней колпак значит кована цирки жизни называется бриллиант в говне я бриллиант вокруг от средних плаваю на них смотрю они это не ценит вот вот посмотри попробуй применить к себе это колпака возможно вы поймете что я бриллиант бриллиантах они бриллианты просто они бриллианты в чем-то другом и вы себя более комфортно будет чувствовать чем жить в говне и смотреть на всех с высоко но при этом когда вы излучаете агрессию по окружающим людям то они излучают агрессию по отношению к вам и от этого у вас там идут плохие плохие продажи вот а зайдите на сайт свяжу и поработайте там значит в разделе с идеализациями радио 13 там есть зоне 3 перейдите на личный кабинет по работе с идеализацией там есть архив позитивных утверждений подберите себя или составьте по такому же образцу свои позитивные утверждения суть позитивных утверждений что не я сказать исключительный а все вокруг тьму все люди звезды скать я одни из них я позволяю людям быть звездами так а поводу по поводу работы с клиентами значит рекомендую вам поработать с прощением клиентов если вы боитесь что они вас пошлют сказать у вас идет агрессия то скорее всего будете выбирать из клиентов именно таких и будете они будут вам отказывать и вы будете переживаться ходить борьбе будете что осуждаешь что получаешь поэтому поработайте с прощением клиентов попросить них прощения напишите развернута форму прощения на клиентов значит продышите ее и тогда вам вас сейчас люди которые будут вам хорошо выгружать относиться пока вы находитесь борьбе вы будете притягивать к себе от их самых клиентов которые будут будут вас отвергать примерно так работать есть чем но все исправляется идем дальше вопрос каково ваше отношение к транзактному анализу каким образом через вашу методику можно изменить сценарий например убрать синдром самозванца или другие убеждения с детства транзактные терапевты считают что это возможно только очень длительной дорогостоящей терапии вот но транзактный анализ это книжечка эрика берна игры в которые играют люди и я знаю в россии есть знакомая это все на психотерапевтической лига она этот анализ возвела в некую психотерапевтическую методику но поскольку терапевтом хочется кушать вот они будут конечно вас пять лет лечить потому что не дай бог вы быстро исправитесь тогда будет кушать нечего вот я даю техники для самостоятельной работы и там до два за два три месяца можно изменить все качество личности поэтому профессиональные психологи не любят я отнимаю не хлеб поскольку у нас все страна требуется псих психотерапии сами психотерапевты признаю что количество психологических вот есть отчет ассоциации психологов годовой не ассоциации а конгресс он приходит к воду что количество людей с техническими отклонениями увеличивается на понятная информация увеличивается давление увеличивается люди живут в политике sky там непонятно что творится сколько мы еще проживем непонятно и поэтому люди чувствуют напряжение они пугаются и количество людей которые требуют психологической помощи увеличивается но поскольку вся психотерапия вся психология пришла из я 3 это все 3 а сначала было лечили больных а потом потихоньку стала на более-менее здоровых ко мне инструментов для самостоятельной работы инструмент для самостоятельной работы даю я психологи это не признает потому что я отнимаю не хлеб вот ну кто я такой вот поэтому вы можете ходить психотерапевтам с транзактным анализом пять лет сайт свежу убрать и свои свои проблемы в течение двух-трех месяцев это просто другая методика не эффективная другая методика через разум потому что эта позиция рейтинг взрослый ребенок вам долго долго будут объяснить возможно никто не будет стараться объяснить что вы это были быстро поняли приняли потому что это как в анекдоте как в семье юристов молодой юрист только что кончился университет возвращается домой говорит папа я выиграл дело которое стоит искать мы там 20 лет вели и а сказать получил нужный результат поздравь меня папа гадирика поздравляю но ты или вы лишу нашу семью хлеба который мы благополучно она же получали 20 лет с этого клиента примерно так поэтому методика хорошая но значит так что дальше идем что такое предназначение как него прийти вольга я свое мнение высказываю я считаю что предназначение это ментальная порча допущены за людей людьми которые хотят чтобы люди почувствовали свою ущербность и поэтому люди начинают искать как уже на предназначение что же мне делать и же я ищет его дома там под диваном шкафу холодильнике сказать еще где-то никак не могут найти потому что у человека нет предназначения при этом предназначение это какой-то вид деятельности обычные люди понимают самом деле предназначение есть но она общее есть такой прием разговор с подсознанием разговор с высшим я 0 из высшим я или может с ангелохранителем поговорить это все несложно это неупрежная практика и я на семинарах проводил ее десятки раз научных только научных сначала люди должны почиститься убрать эмоциональные блоки потому что если не если просто взять не готовую аудиторию так которую меня слушает например кто не работал с прощением себя и других кто эмоциональные блоки начнут вмешиваться и давать всякие ответы прикидываясь подсознанием или ангелом-хранителем а если хорошенько почистится то все это дрянет летит вы будете получать чистые хорошие ответы и ответы на вопрос каково мое предназначение всегда примерно одинаковые они звучат так живи радости жизни наслаждайся той жизнью которую имеешь сказать себя помогай людям помогаю людям значит жить благополучно учили людей защищая людей но защищая не то что там лезть драки а помогая людям значит выходить из проблемных ситуаций будь хорошим человеком и все собственно вот примерно такой набор там немножко другие слова еще используя но суть в том что живи и радуйся жизни значит занимайся тем чем интересно получая удовольствие от жизни и помогая другим людям жить благополучно потому что вы живете прекрасном месте и вы получили такую возможность используйте ее а не хотите со страдать с ордальским лицом все же я тут должен делать ты ничего не должен делать возможно тебя попробуют использовать качестве инструмента для достижения каких-то целей ну это уже из историка пошла это обитатели тамской тонкого мира они ищут людей людей среди людей тех кто кого можно реализовать если вы сами найдете какой-то интерес какому-то виду деятельность вам понравится рисовать писать читает что-то еще делать то тогда может быть вам будет приходить какая-то информация вы станете своего рода контактером не таким контактером которые там пишут целые книжки томатом каких-то непонятных фраз а значит человеком который получает информацию вот ученые они контактеры человек уличают и увлечен разработки какой-то думает 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 бабах пришло озарение откуда оно пришло никто не знает нашел какое-то решение одна из версий говорит что это скорее всего информация была а значит передана вас тонкого плана то чтобы он ее реализовал есть люди которые умеют выслушивать эту информацию принимать ее и реализовать информация приходит к разным людям она дается и далеко не все люди просто способны и и как-то реализовать например вот когда написал свою первую книжку как быть когда все не так и хочется то я получил штук шесть писем от людей которые говорят что я знал все что вы написали и кто-то что вы украли у меня кто-то я это все знал но никак не не решался это рассказать людям сказать или там я искать еще что-то убивался то есть получилось что человек пять шесть получили вот эту картинку мира которая заложена у меня про идеализации про накопитель переживаний там другом называлась начале вот но я оказался более эффективным распространителем просто я у меня был опыт писать книги журналные и работал параллельно журнале юный техникам рубрику вот поэтому я хорошо написал для десятиклассников оказалось что для взрослых это годится и книжка оказалось я организовал ее печать вложил деньги за свои деньги отпечатал там два-три тиража потом же не подходила типографии паров издательства и так далее то есть оказался более эффективным распространить им этих идей я бы не пошел вошли бы другого человека и он бы то же самое что-то делать перед 20 лет занимаюсь и мне все это интересно поэтому никакого способа предназначения скорее всего вас нет кроме к получить удовольствие от жизни можете найти какой-то интерес который вас устраивает заниматься им и тогда вы можете получить какую-то сказать дополнительную информацию которая у вас с вами наполнит вашу жизнь дополнительным смыслом примерно так хотя конечно это моя версия и целая куча людей живет на том что рассказывать людям что у вас должно быть предназначение его нужно искать его нужно подсознание нужно в детстве еще где-то развлекайтесь хотите если хотите отравить свою жизнь человек сказал кто-то из великих человек может отравить свою жизнь любым доступными способом это один из способов поиск своего предназначения вот если она не проявлена в каких-то способностях каких-то видах деятельности тяги то значит я увидел ваша душа не имела никакого предназначения так идем дальше так мужской вопрос работал с технологией самостоятельно работу наемную работников хорошо зарабатывал даже при пандемии сейчас накопил денег бросил работу поставил большую цель цели еще не достиг понял понял что надо записаться на тренинг сопровождение тренера сейчас у меня кончаются накопленные деньги как будете опять пойти наниматься теперь я не хочу работать я прощал себя что выбрал наемный труд убеждался что прийти нахожу пути так далее заранее спасибо быть но не надо меня перекладывать значит решение душ я психолог они значит ясновидящий негодалка которые берут на себя ответственность я все лишь консультирую вас я вам скажу что деньги приходят только человека к человеку то есть вы что-то делаете в ответ вы получаете деньги я думаю что вы вот накопили деньги и вложили какое-то дело которое должно принести большой выигрыш там что типа вырасти купили акции ждете что они вырастут либо какой-нибудь еще проект который поскольку большие деньги это высокорискованные деньги всегда всегда сказать большие деньги сопряжены с высоким риском и вот что люди проигрывают тоже откуда берутся деньги значит тысячи человек ложилась проект один выиграл появится ли у вас значит будете ли вы выигрыши я не знаю в целом я в батарею ни разу ничего не выиграл прилично вот и как-то я понимаю что они намолился потому что посмотрите кто выиграл лотерею это люди те которые десятки лет играет в основном бывает что и случайные люди но в основу теле это десятки лет играет ватаре они там платили платили молились 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 богам заведующим ударе потом боги наконец их вознаградили я не хочу работать то есть ваш проект должен был дать вам деньги вы должны были всем доказать свою крутизну ты для за способности вот вы осуждаете значит прощался за то что выбрал труд то есть прощал ночь прийти нахожу пути я думаю что проблема вашей идеализации способности то что вы хотите сразу получить большой кушать вы недовольны маленькими деньгами вы искать не согласны их получать а нужно сразу все и доказать все свою крутизну что вот я не удачника я такой выдающийся бизнесмен и кто-то еще у кого-то получается но я таких людей честно говоря не знаю мне приходилось общаться с с богатыми людьми но они все жаловали что это все достаточно муторно и убирать кучу времени средств и нужно непрерывно следить своим бизнесом потому что иначе он упадет и сколько бы люди человек имел там 300 300 миллионов долларов до 300 миллионов долларов имел и думал что он уже искать все небожитель и перестал контролировать свой бизнес сколько там наемные сотрудники работали потом схватился когда кто что у него осталось все там 15 или 20 миллионов 280 уплыли куда-то непонятно то что наемный менеджер никогда искать они не борются за то чтобы у собственника было много они за свою часть и лично борется вот поэтому он там заметался 15 миллионов как прожить на эти деньги совершенно невозможно вот и то есть деньги всегда требует уважение энергии обменской даже получили какой-то куш то он очень быстро может уйти особенно если вы не готовы к нему потому что вот отслеживали журналисты много раз результаты людей которые выиграли ватарей большие деньги что у нас что за рубежом за рубежом известен там работник автосервиса заработал не помню 50 миллионов долларов от заработал выигрыш по батареи на это было еще лет двадцать назад сейчас уже выигрыш чуть не миллиарда идут вот а вот и через три года пришел устраиваться в эту же серию все профукал все деньги искать в ноль чуть не осталось пришел на работу устраиваться нас россии то же самое то есть люди выигрывают там по 200 миллионов 300 рублей рублей 500 миллиардом уже был розыгрыш ну что отслеживают что через три через три-четыре месяца людей не остается денег совершенно них профукивает все в момент суммы шучу кто-то успел себе купить квартиру а то и без квартиры остаются но потому что программа стыдно быть богатым когда вокруг много бедных начинает помогать родственникам родственники выстраиваться с двух сторон стороны мужа стороны жены длинную цепочку там нужно этот больной этот этому квартиру этого института править этому там помочь эту стюрьму выкупить всем нужно помочь и 300 миллионов и так быстро кончается что сказать в итоге семьи распадается выигравших потому что и разругой разругивается кому помочь в первую очередь то есть люди избавляются от денег поэтому халил я могу сказать что вот этот путь который вы выбрали я куда-то вложил деньги что что кто-то за меня заработает на мой взгляд это тупиковый путь и через там три месяца вы убедитесь что что ничего не получится поэтому вы можете наемный труд выбрать он надежный он искать не вы решаете где брать деньги а значит можете свой свой бизнес открыть какое-то небольшое что-то перепродавать что таскать покупать какие-то услуги оказывать машина есть на и то же самое вы таксуете и вы бизнесмен вы зарабатываете деньги решаете как но рекомендую не ждать потому что деньги они вот тем кто сидят и ждут они это приходит по моему так буду рад ошибиться все мне напишите что это не так так ну давайте еще из темы семья любовь так у меня две острейшие проблемы полтора месяца назад рассталась с мужем делаю технику эффективного прощения с дыханием благодаря и не сгорела от горя но глубокая привязанность тоска переживания суждения за предательство за предательство еще остались ну то есть комментарий видимо причиной является нарушение делизации верности скорее всего предательство это муж изменил переспал другой женщиной и восприняла как трагедию и значит решила с него завестись и старая старейшая проблема деньги их нет вообще я начинающий дизайнер интерьера визуализатор есть объявление на авито странице в инстаграм и личный знаком с коллегами заказа уже месяц нет ни одного такое впечатление что бог не дает мне денег чтобы они подала на развод что мне делать я думаю что бог ты не вмешивается ваши дела ему совершенно фанада фонаря в этом вы будете разводиться нибудь может развлекаться как хотите началась просто низкая энергетика понимаете вы в переживаниях вывод эти внутренней борьбе внутри с мужем служил внутренние протесты вы загнали себя в энергетическую яму но хорошо депрессии с помощью техники прощения в этой депрессии не натянули депрессивный человек он не видим окружающим люди видят уверенных энергичных активных а если вы энергетическая дыра то они стараются вас обходить подальше потому что есть человек здоровый нормальный с хорошей живой аура есть человек скажем не выспавшись 2 2 3 ночи он не спал по какой-то причине у нее энергетика провалилась и когда вы подходите друг другу на расстоянии там 1 метр вашей афрой пересекаются от вас энергия перетекает к нему вы просто насть донором он становится пользователем вашей энергетики там пожилые люди больные люди они собственно энергию от здоровых сказать сетянок в метро автобусе заходит сразу энергетика выходит одинаково выравнившись усредненная нас была сотрудница которая это чувствовала на выйти из метро потом минут 15 сидела приходила в себя накачиваясь на где не могу с меня все дергивает и потом мне нужно приходилось останавливаться вот денег нет потому что люди не видят вашего замечания не старается даже сказать мимо него пройти потому что чувствую что сюда затянется энергия вот чтобы чтобы день не подала на развод ну да раз вы зависимо от мужа то подавать на развод будет глупое занятие тогда нужно будет идти на поклон к родителям если они у вас есть и могут вас содержать человек не умирает когда он конечно не может работать возможно придется идти не работать не дизайнером интерьеров а секретарем машинистка или кем-то еще то есть так офицированной работы не будет положено можно ли пока пристанет работу с можем переключиться на деньги когда финансы научиться вернуться к работе с мужем все можно конечно сказать кто кто сказать кто может это запретить это ваша жизнь и вы управляете сами другая дело что я вам бы посоветовал поработать не просто с прощением мужа как потому что вы можете через это прощением подтверждать свою правоту вот я права в чем вы правы что муж вас предал что он сделал такого что значит нужно с ним срочно заводиться он вам изменил он сказать разрушил ваше ожидание что если ваш муж если вы имеете штамп в паспорте о том что вы муж и жена то теперь значит вы муж должен пользоваться только вашими сексуальными слогами больше ничьими как нигде такого не записано это в ваше воображение такая сказать идея и она такая очень популярна среди женщин собственно куча разводов из-за этого происходит вот и вы подумайте поработайте с этим потому что посмотрите муж вас содержал он позволял вам заниматься интересной деятельностью который не приносит денег но скотин вас кормил значит не знаю там ребенок у вас есть нет на нет еще вот но это хорошо да это больше еще не свободы но посмотрите стоит ли вот из-за этого устраивает такое все все сказать так ломать свою жизнь потому что смотрите если вы не берете эту идеализацию и скажем вы сейчас пошли заработали денег сказать там где-то вы нашли заказы сказать начали работать но потом сказать мужем попрощались и отпустили его но не убрали свою идеализацию делиться это значит сверхважное ожидание и ваш шептильный мозг знает то что для вас очень важно и он будет помогать вам защищать вас это то есть он будет указывать вам на потенциальных врагов на потенциальных изменщиков те кто тоже сможет вас значит изменить вот и в итоге вы будете видеть вокруг себя вот самых мужчин которые не придают избыточного значения верности то есть глупо когда муж попадается сказать или по глупости рассказывает или просто под жена как-то обозначает это хотя там если вашего мужа спросить скорее всего возможно эта ошибка у вас неправильно неправильная трактовка ситуацию очень часто бывает что вы искали доказательства и правоты и какую ситуацию трактовали именно так как чтобы отыграть эту самую свою борьбу с неверными мужьями вот пока вы не уберете эту вся идеализацию то все мужчины которых вы будете видеть потенциально влюбляться они будут под на нее не будут придавать значение вот этой самой верности для них это будет незначимый момент и и скорее всего сказать ситуация повторится второй третий раз собственно то что осуждаешь что притягиваешь что получаешь пути и механи совершенно простой рептильный мозг указывает вам вас на на ваших врагов потенциальных на тех кто может нарушить вашу деализацию но он не вешает на него такую как бы ну как эмблемку сказать там изменщик или как-нибудь еще какой-то значит он просто указывает на из и ваш взгляд переключается на другую а те которые из-за импотенции или там каких-нибудь там других тараканов голове они не любят сказать не готовы изменить своим женам то таких вы просто не будете видеть и поэтому следующие ваша блюдность опять будет нарушителя ваших реализации это совершенно стандартные процессы повторяющиеся и женщины выходят по три там по два-три раза на мужчин с одними тем же проблемами пью за пьющих тоже создает пьющих папа там пил за безденежных которые садятся нашей женщине она мне папа зарабатывает должна уверен что мужчин должен заработать на неверных потому что не знаю почему откуда не таракан насчет верности взялся в голове но еще каких-то вот почему потому что идет осуждение поэтому взять и нужно убрать свою идеализацию вести денег самоблюдение записать и поработать стилизации верности для ци отношений вот и сайте я шутом есть раздел 13 работ с реализациям туда заходите находите вашу ситуацию работать с прощением уже и работайте с удалением идеализации значит ситуация повторится даже если вы заработаете денег а так у вас и легкий способ поработать с идеализацией убрать осуждение мужа и вернуться под его крыло и значит спокойно жить дальше значит не не заморачиваясь по поводу того с кем он спит примерно так значит такая вам рекомендация то есть можно ли пристать работу с мужем переключиться деньги можно если вы искать будет чувствовать нормальную энергетику сможете зарабатывать сможете переключиться они будете клей непрерывно бороться вам будет не до клиентов и на параллельно пожалуйста работайте с идеализацией верности а когда вы уберете с идеализацией верности то возможны когда и и необходимости с мужем разводиться у вас отпадет совершенно потому что он станет пофигу значит и когда вы уберете осуждение это возможно и мужа не захочется больше никого искать потому что поймет какая замечательная неужина так бывает тоже что жена с него делятся верности а муж снял желание доказать свою аскать независимость от ее убеждений о том что он имеет право на свою картинку мира трудно сказать какие не убеждения в голове но все бывает бывает и так но это ждать не нужно а ваши убирание делятся верность совершенно не должно заставлять мужа менять свое поведение но так бывает я просто говорю что есть такой такая ситуация так ну еще один вопрос подскажите как правильно состоять по у меня у меня негативное убеждение что я не интересно мужчинам никому не нужно не верю что смогу создать свою семью возрасте 50 лет я сформировала по отныне я достойно самого лучшего мужчины и легко и свободно строят счастливые долговременные отношения с достойными мужчиной моя цель концу 2022 года и счастливы благополучно в браке с любящим и любимым мужчиной верно или сформулироваться сейчас мне не принципиально чтобы браку официально можно и гражданский но слово браке подсознание понимает всегда как официальный брак поэтому не нужно до конца 2000 за года я счастлива пусть на живу в устраивающими отношениях с любящим любимым мужчиной вот примерно так нужно откорректировать мало вот для того чтобы отныне достоин самого лучшего мужчины отныне достойного лучшего мужчины это фраза может пойти значит тяжело потому что становится самый лучший мужчина самого лучшего для кого вы не указали саму лучше для меня мужчина там то есть а если nenhuma у мужчины то такой самый лучший мужчина это какой-то киноартист или это спортсмены ли это миллиардер или это дерипаска сам лучше мужчина тут какие критерии самого лучшего непонятно легко и свободу строчке и удовольствие отношения застыдами мужчин это нормальная фраза но фраз маловато я скажу что работать с двумя фразами сложно но составить 8 10 15 фраз и потом когда будете загружать себя и кто будете значит повторять а потом непонятно что почему вы одна что там случилось вашим мужчинам же буллин когда-то у вас куда он делся вот возможно вы с ним развелись нужно поработать прощению ваших предыдущих мужчин обязательно просто программировать себя но при этом у вас был какой-то там тяжелый развод и вы 10 лет переживали его вас накопился огромный мосценный блок то никакие полу не отменит этот блок он будет защищать вас от новых страданий от новых переживаний и ничего вас не получится поэтому нужно сначала почистить себя всех плохих отношений с мужчинами почистить себя ночь почистить и простить мужчин те которые были вашей прошлой жизни и только потом загружать себя позитивным утверждением ну и плюс как бы сказать это не очень простой вопрос вот как бы построить отношения у нас есть игра называется найди свою любовь это восемь недель и восемь недель это восемь тем разных которые каждую неделю у нас проходят участники игры это первую неделю там прощение себя второй недели прощение мужчин 3 недели прощения тех мужчин которых вы осуждаете то есть я не люблю там пьяницы не люблю бабников и не люблю искать неверных я не люблю значит безденежных и не люблю хамов и не люблю зануды не люблю неаккуратных и не люблю там еще каких-то сказать рыбаков которые сидят на рыбалке люблю таких вот у вас там 15 типов а кого вы не любите и ваше подсознание все время вам указывает на них может считает что раз вы не любите вас это прописано то это ваши враги и их все видео среди тех кровите вокруг этого будут бабники пьяницы неаккуратные рыбаки и прочее а нормальный которую там где-то сказать за ним будет прятаться вы не будете обращать на них внимание и отношению построить с кем-то из этих кого вы не любите и там это сразу вы это не поймете а потом через некоторым через год-два вы обнаружите и господи как же могло в него любиться стандартно происходит любой семейной жизни когда могла влюбиться в этот человек и когда он такой-сякой я не принимаю нужно брать идеализации потому что у вас что-то для вас очень важно и вы думаете самый лучший для меня мужчина кто такой пацаны не знают он узнает что у вас есть убеждение что мужчина должен быть верный что мужчин должен быть а значит там что в семье вы должны командовать вы привыкли сами все распоряжаться не должен лезть своими указаниями что мужчин должен зарабатывать что мужчине не должен выпивать что мужчина еще что-то должен делать вас есть очень важные ожидания и вы соответственно вы видите нарушителя ваших ожиданий потому что других вы просто не будете видеть ваш рептильный мозг указывать на них нужно убрать свои идеализации выявить убрать свои идеализации это делается на одной из на одной из недель и это игры значит на тренинг игра называется что мы победителя потом награждаем поездкой на курорт ну пока можно было есть мы посылали юго-восточную азию на курорт сейчас вот просто денег дали последний групп вот и так далее каждую неделю то есть какие-то качества добавить может вы не любите готовить может быть вы что-то еще делаете это будет дискомфортно вашему мужчине и нужно немножко подкорректировать свое поведение то есть какие добавьте какие-то качества которые будут привлекательны для мужчин ну что уменьшить вашу какой-то резкость суждениях чтобы не были категоричны очень может быть там что-то бывает такое что пугает мужчин пока показывает что женщина это не женщина это мужчина хотя женском теле вот формула цель у вас есть это на седьмой неделе делается мне и сайт свешу там есть раздел 5 по моему семья дети весь этот алгоритм работы прописан там принципе можете работать на сайте по изменению себя или можете подождать игру начнется где-то в октябре наверно и будет идти октябрь-ноябрь начале декабря заканчивается 8 недели это два месяца каждую неделю будет своей темы в группе лучше работать потому что вы там там чат и раз всевозможная консультация помощь вам помогает и вы в группе всегда работе удобнее чем 1 более эффективно вот можете поучаствовать в этой игре то где-то в октябре начнется пока можете зайти на сайт свешу и попробовать себя изменить чтобы были были привлекательны потому что они интересны мужчинам нас это из нужно посмотреть какие женщины интересны мужчинам и чем они интересны того что вы будете говорить что я концу 2022 год если благополучного браки с любящим любыми мужчин что полюбит вас мужчину что можно полюбить женщине внешность я думаю что у вас искать не такая чтобы мужчина влюбился не значит это должно быть какие-то другие качества душевные качества проще посмотрите что а значит почему должно открыться ваше сердце по отношению к этому мужчин в этом мужчин должно отношить открыться сердце по отношению к вам в молодости там понятно что ниже 50 лет а там до 40 лет а там влюбленность идет по механизму истин продолжение рода смотрит женщина готова быть матерью моих детей или не готова то есть если не энергия паховой области или нет но 50 лет уже родовые эти самые продолжение рода уже мало участвует энергетика мало интересует значит какие-то другие качества должны вас привлекательным мужчинам посмотреть чем вы можете быть привлекательным мужчинам чем женщины привлекает мужчин вот и поработать открытием себя этих качеств все это возможно на сайте свешу пожалуйста работайте вот того что вы написали по это мало для устройства личной жизни скорее всего вы не очень готовы к семейной жизни очень внутри у вас имеется качество которые привлекут мужчин и ваша работа не даст желанного результата может быть и не так может быть вы внутри не готовы но раз вы говорите что никого нет то видимо что-то нужно менять себе это то чтобы кто-то появился нужно изменить себя просто вот повторяйте их фраз это слишком мало нужно произвести в себе изменения примерно так друзья я вас уже утомил видимо на этом я на сегодня заканчиваю свои ответы на вопросы пожалуйста значит присылайте вопросы ссылочка заходите на сайт свешу там есть блок там можно оставить ваши вопросы можно и там же на сайте тренинговый центр есть страничка где вы можете зарегистрироваться вам пришлют будет прийти придет напоминание о том что я отвечаю на вопросы могу ответить на ваши вопросы все друзья благодарю спасибо за внимание и тогда до встречи у нас следующий четверг надеюсь что все будет благополучно все хорошим